Владимир Осечкин. Вообще, что происходит сейчас внутри ЧВК «Вагнер»? Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас и приветствую ваших уважаемых зрителей и подписчиков. Да, Владимир, я вчера, я вот честно скажу, я уже жалею, что я посмотрел это видео, потому что я проснулся сегодня с этим кадром и не могу выбросить его из сознания. Это жестокое, чудовищное, средневековое видео, где человека казнят кувалдой. И я так понимаю, что у вас есть подробности случившегося. Человек, там пытались, я смотрел пророссийские паблики, они говорят, это вот, мол, типа в Украине там с ним так поступили. Но, как мы понимаем, это не так. Это не так, конечно же, в Украине никто бы с ним так не поступал. Хорошо, давайте обо всем по порядку. Действительно, кадры эти шокирующие. Рекламировать это видео не буду, но тем, кто хочет его посмотреть, мы вместе с целым рядом документов о пострадавшем опубликовали это в телеграм-канале «Гулагу.нет». Еще раз, не рекомендуем смотреть, это однозначно видео 18+. И, конечно, в воскресенье вечер не надо смотреть этого всего. Так вот, обо всем по порядку. Мы были первыми, кто начал разоблачать вот эту бесчеловечную абсолютно схему. Олигарх Евгения Пригожина, которую он реализовывал, конечно же, по согласованию с диктатором Путиным, когда они начали с первых чисел июня этого года отправлять в Украину для соучастия в военной агрессии, в войне, тысячи российских осужденных из исправительных колоний строгого режима и особого режима. Я почему так говорю? Потому что мы делали все, что мы могли, вот правозащитники, при том, что наша родная страна нас, это государство нас выдавило за пределы. С 2015 года я живу во Франции. Но, тем не менее, мы старались это остановить, вот это бесконечное зло, прекрасно понимая, к чему это все приведет. Привело это в этой конкретной истории к следующему. В исправительной колонии номер 3 УФСИН по Рязанской области отбывал наказание осужденный Евгений Анатольевич Нужин. Человек, который когда-то, более 20 лет назад, совершил страшное преступление, убийство. Он, это бывший, теперь уже бывший сотрудник правоохранительных органов, который отбывал наказание в Рязанской тройке. Это колония для бывших сотрудников правоохранительных органов. Находился он там потрясающе длительный срок. Ему за совершенное им преступление грозило пожизненный срок лишения свободы. В результате суд назначил больше 20 лет в колонии строгого режима, где он и находился, и по идее должен был освободиться в 2027 году. Если бы государство его решило отпустить по УДО, он бы уже был дома. Но мы знаем, что в последние годы российское государство, российские суды, которые очевидно подконтрольны ФСБ, по УДО многих не освобождали. И, по сути дела, создавали огромную массу людей в местах лишения свободы, как раз, наверное, даже к той самой вербовке. Потому что других объяснений этому нет. И в Рязанскую тройку прилетел тот самый известный всем уже вертолет Министерства обороны зеленого цвета, на котором был Евгений Пригожин, которые вместе с целым рядом вербовщиков зашли в исправительную колонию. Так же, как и во всех других учреждениях, все это было согласовано сверху. То есть позиция Кремль дал отмашку руководству ФСИН и ФСБ. Те взяли под козырек, и куда бы Евгений Пригожин не собирался, начальнику регионального управления ФСИН поступал звонок из центрального аппарата на уровне либо директора службы Аркадия Гостева, либо звонок первого заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева, который четко давали команду начальнику терроргана, чтобы он лично организовывал посещение Пригожиным заключенных и давал соответствующие устные, негласные, абсолютно незаконные указания начальникам исправительных колоний и личному составу этих учреждений для того, чтобы они обеспечили эту самую вербовку. И Евгений нужен, прожив в этой колонии практически 20 лет. Это гигантский срок, чтобы было понятно всем. Это не человек, который туда только приехал и сразу решил оттуда сбежать. Это человек, который, я не знаю, половину своей сознательной жизни провел в этой тюрьме. И, конечно, единственная мечта его была – это просто освободиться любыми путями. И он понимал, что никто его по УДО освобождать не будет, поэтому он подумал, что может таким образом схитрить, согласиться, как многие сейчас заключенные делают, думая, что они могут каким-то образом освободиться из мест лишения свободы, якобы для отправки на войну, а на самом деле они куда-то там сбегут, по-хитрому что-то там решат и так далее. Как только Евгений нужен оказался в зоне конфликта, когда их туда доставили, этапируют их и грузят в автозаки из колонии, то есть это абсолютно не, когда говорят, что это добровольная история, они сами добровольно хотят ехать, ничего подобного. Они являются заключенными, осужденными под приговором, их грузят в автозаки, на автозаках везут на аэродром, где их ждут военные ИЛ-76, которые их доставляют на оккупированную территорию Украины. Дальше, пробыв непродолжительное количество времени в подготовительном лагере и под контролем наемников, нужен, оказался уже в плену УВСУ. Кстати говоря, в исправительной колонии, у нас есть даже фотографии из личного дела, наш источник нам прислал, у него была красная полоса в личном деле, склонен к побегу. То есть, ну, очевидно, что человек, который пытался куда-то убежать. И вот в данном случае то, что его Пригожин отвез туда, в зону военных действий, очевидно, создало ему условия для того, чтобы он сбежал. Потом он оказался, мы видели в паблике, в украинских СМИ, в телеграм-каналах, у блогеров целый ряд интервью, которые нужен, давал. Сначала это было какое-то тюремное помещение, потом уже чуть ли там не из студии давал интервью, в которых он рассказал о том, что он хочет перейти на сторону Украины, что он хочет воевать на стороне ВСУ. Он всячески достаточно грубо, нелестно выражался по поводу диктатора Путина и вот того, что он творит со страной. То есть он был такой мотивированный человек. Это был не человек, который как бы молчал и хотел просто освободиться. Было видно по этим интервью, что он действительно испытывает личную неприязнь к Путину, и он хочет каким-то образом сделать все возможное, чтобы то, что творит Путин в России, быстрее закончилось. Потом на какое-то время он ушел абсолютно из паблика, мы о нем ничего не слышали, не видели. Со мной связывался его сын Илья Нужен несколько раз, когда как раз его папу показывали в целом ряде интервью в Украине. Ну а потом вчера вот вечером нам один из наших источников, который помогает нам собирать информацию из, он бывший в прошлом наемник ЧВК Вагнера, он нам прислал вот это видео, которое мы опубликовали с нашими комментариями. Ну и понятно, что это видео там еще и другие телеграм-каналы взяли, опубликовали. Но это жутко. То, что мы видим на этих кадрах, это связанный человек, его голова привязана к некой наковальне, он рассказывает о том, он называет себя по имени, он рассказывает, что он был в Киеве, потом он получил некий удар, потом он оказался вот в этом подвале и сказал, что его будут судить. И буквально вот как только он заканчивает эту фразу, кувалда ударяет по его голове, и это жуткое зрелище. То есть мы видим такую внесудебную расправу, это какое-то средневековье в цивилизованном мире, такое допустить невозможно. И, конечно, когда мы получили это видео, эту информацию, мы уже знали про этого человека, мы общались с членами его семьи, то есть это не просто для нас какое-то видео, и мы не понимали, о ком идет речь. И, конечно, мы, там и я, и наши эксперты, мы связались с целым рядом людей в Киеве, кому мы доверяем, с кем мы общаемся, с кем мы дружим, кого мы поддерживаем, и мы попросили прояснить для нас. Потому что официальных никаких заявлений по поводу этого ЧП не было. Видео за ночь, вот со вчера на сегодня, оно в интернете набрало огромное количество просмотров, оно разлетелось, оно вызвало резонанс. Весь русскоговорящий сегмент об этом точно говорит. Фейсбэшники начали это все с администрации Путина использовать в свою сторону, пытаясь бросить тень на Украину. И вот для того, чтобы преодолеть эти кривотулки и различные версии, которые я сейчас назову, те, которые нам сообщили источники, потому что два достоверных источника, с кем мы сотрудничаем в Украине, дали, по сути дела, взаимопротиворечащие ответы по поводу того, как такое стало возможно. Но прежде хочу сказать, что я сегодня, несколько часов назад обратился лично к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому, которого уважаю, которого считаю героем нашего времени, потому что он вместе с Украиной сейчас сражается за независимость, за светлое будущее своей страны. И здесь я просто попросил его расставить точки над «и», с тем, чтобы прояснить, что это было, и это сбой системы, это некая ошибка, или здесь речь идет об отмене вот этой программы по пленным. Так вот, по поводу версий. Один человек, который ранее проходил службу в МВД Украины, он сказал, что это обмен. Он сказал, что это обмен, и вот как раз наши источники по линии ЧВК Вагнера, еще раз подчеркну, это незаконное вооруженное формирование, известное как ЧВК Вагнер, это не частная военная компания, частных военных компаний в России нет. Так вот, оба эти источника, и по линии ЧВК Вагнера, и по линии МВД Украины, они рассказали, что был обмен, что Евгений Пригожин пролоббировал, именно настаивал на соответствующем обмене, ЧВК Вагнера создавало свой обменный фонд, и им было важно и нужно принципиально забрать, и Евгения нужно. Источник МВД Украины сказал, что был обмен. Источник по линии Вагнера сказал, что Пригожин всячески, вот у него была просто идея фикс, они готовы были поменять там 10 за 1, 20 за 1, но любыми путями вытащить нужно, с тем, чтобы показательно его казнить, и, соответственно, довести это все до заключенных, до ЧВК-шников, что любая попытка перехода в сторону Украины закончится вот нечто подобное. Они то же самое делали в Сирии, с теми людьми, которые были им неугодны, которые пытались перейти на сторону оппозиции Башару Асаду, они там тоже устраивали 2 или 3 раза такие казни, и видео одной из этих казней они потом заливали в интернет, и пытались максимально распространить с тем, чтобы вогнать личный состав самой ЧВК и тех, кто с ними там союзники, их в ужас. И вот здесь то же самое, мы видим повторение этих бесчеловечных методов, те преступления Пригожина, они, по сути дела, до конца не были в полном объеме расследованы, и он ушел от наказания, и вот здесь они исполнили то же самое. Другой наш источник в Киеве сказал, что это какая-то подстава, и что сейчас идет внутренняя проверка, как это вообще стало возможным, потому что очевидно, что человек хотел воевать вот в том самом легионе, проходил соответствующие проверки, и там был допрос с применением полиграфа, с тем, чтобы выяснить искренность его там, мотивов, намерений и так далее, и так далее. По информации этого источника полиграф он не прошел, вот, соответственно. И поэтому, и появился еще третий источник, буквально там два-три часа назад мне скинули информацию, что со стороны России была проведена определенная спецоперация, связанная с дискредитацией Евгения Нужина, по нему в украинские службы поступили дискредитирующие материалы, будто бы Нужин является двойным агентом, будто бы он пытается проникнуть в легион и так далее. То есть, в общем, с российской стороны было сделано все, чтобы Нужин не остался в Украине, и чтобы его не допустили до войны на стороне Украины в легионе. И я так понимаю, что на каком-то уровне, наверное, все-таки было действительно принято это решение. Еще раз подчеркну, пока мы не услышим официальной позиции Киева, выступления руководства МВД или СБУ, или генпрокурора, или Владимира Александровича Зеленского, пока все это различные версии, которые могут нам передавать источники, которые могут тоже ошибаться, потому что никто не знает, что произошло на самом деле. То есть, знает какая-то узкая группа лиц внутри спецслужб Украины, которая курирует обмен пленами. Но какая бы из этих версий не была бы правдоподобна, факт остается фактом, что сам Евгений Пригожин одобрил эту казнь, назвал ее каким-то там зрелищем, которое ему доставило какое-то эстетическое даже наслаждение. Я не хочу же повторять эту галиматью, которую он в Телеграме пишет, вот в своем канале, и рекламировать его. Но, в общем, он написал это очевидно с таким садизмом, со злорадством и с одобрением, и с тем, чтобы показать всем, что да, новая страница истории России, где теперь уже не какие-то там аресты в СИЗО и штрафные изоляторы угрожают неугодным, кто перейдет дорогу Евгению Пригожину и Владимиру Путину, а теперь они в руки взяли буквально вот кувалду, и собираются этой кувалдой расправляться со всеми, кто так или иначе. Кстати говоря, следующим постом Пригожин написал, что он считает не только вот Евгения нужно предателем, а он считает всех, кто так или иначе сейчас не соучаствует в войне против Украины из россиян, кто покинул Россию, кто не хочет финансировать войну и хочет от этого отстраниться или даже там выступает в поддержку Украины, он их всех из числа россиян называет предателем, то есть по сути делает такая прямая угроза миллионам человек по поводу того, что они собираются взять в руки большое количество кувалд, и нас всех вот ждут подобные какие-то внесудебные казни, расправы, заказные убийства и так далее. Это, конечно же, бесчеловечно и незаконно, и при том, что мы понимаем, что в России тоталитарные режимы диктатуры, все-таки я понимаю, что какое-то количество людей в правоохранительной системе, в Генпрокуратуре, в СКР все-таки есть, которые понимают, что страна буквально уже скатывается в пропасть и остались там какие-то считанные дни, недели, может быть, максимум месяцы, когда можно еще какой-то нажать стоп-кран и попытаться все это остановить. Поэтому я в том числе обратился и к ним и призвал их организовать не просто проверку, а уголовное расследование и преследование в отношении Евгения Пригожина и его сообщников из вот этого незаконного вооруженного формирования ЧВК Вагнера, потому что у нас есть теперь веские доказательства и основания утверждать, что Евгений Пригожин и его сообщники убивают россиян жестоким способом, и в принципе вот за то, что они сделали с Евгением Нужиным, они запросто могут быть арестованы и осуждены вплоть до пожизненного срока лишения свободы. Это часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Очевидно, что это заказное убийство, что как минимум Пригожин заказал его убийство у своих вот этих ЧВКшников. Очевидно, что там целый ряд лиц этим занимались и делали видеосъемку и вбрасывали это видео. И очевидно, что здесь как раз вот судя по судебной практике Российской Федерации, как раз заказчики-организаторы убийства, они должны получать максимальные сроки лишения свободы, потому что они даже более опасны для общества, чем сами киллеры-исполнители. Поэтому здесь, если бы, еще раз подчеркну, если бы в России работал закон и Генпрокуратура и Следственный комитет не обслуживали Владимира Путина и его хунту, а работали бы в соответствии с Конституцией Российской Федерации, мы бы уже сегодня вечером увидели кадры задержания Евгения Пригожина со всей этой вереницей тех, кто принимал участие в убийстве нужной Евгения Анатольевича. С учетом того, что мы прекрасно понимаем, что нынешняя правоохранительная система – это полицейское государство, которое лишь по телефонному звонку из администрации президента и по взмаху руки Владимира Путина начинает действовать, мы понимаем, что Владимир Путин дал индульгенцию на убийство, право на убийство, лицензию на убийство Евгению Пригожину. И это как раз подтверждает информацию от нашего источника, мы ее публиковали, по-моему, около недели назад, когда мы сказали, что внутри ЧВК сейчас формируется отдельная рота из тех, кто вернулся из Африки, из Сирии, из Мали, с ними проводятся опросы с применением полиграфа, и они отбирают сейчас тех, кто готов будет применять насилие, оружие, вплоть до минометов и гранатометов, уже на территории России, Москвы, конкретно Московского региона и Санкт-Петербурга. То есть они готовят такие внутренние пригожинские войска, и можно только догадываться, они собираются захватывать власть, или они просто собираются с тяжелым вооружением уже расправляться со всеми неугодными, кто попробует вообще остановить эту войну и Путина. — Ну, кстати, по поводу Пригожина и Беглова, потому что губернатор Санкт-Петербурга впал в немилость Евгения Пригожина, и, в общем, он ему, можно сказать, угрожает. Это уже уровень повыше, то есть, соответственно, Пригожин демонстрирует какие-то амбиции, потому что там что-то с созданием ЧВК «Вагнер», его то ли не сдают в эксплуатацию, то ли не принимают в эксплуатацию. Вот что происходит? — Ну да, сегодня, ну вообще, Пригожин, он такой любитель эпистолярного жанра, он все время там пишет петиции Краснову, там на нас жаловался, пытался заблокировать телеграм-канал и ютуб-канал «Гулагу нет», еще много кого пытался там заваливать жалобами. Ну вот сейчас на губернатора Санкт-Петербурга Беглова взъелся, вот написал, обвиняет его в некой госизмене. Я уж не знаю там в связи с чем, ну формально мы понимаем, что Пригожин вместе со своими сообщниками, они построили какой-то офисный центр, причем офисный центр, конечно, был построен не на деньги Пригожина, а на деньги предпринимателей, которые под крышей Пригожина развивались, но с учетом того, что там есть какие-то определенные нарушения и так далее, до сих пор он не принят, не введен в эксплуатацию, и при том, что Пригожин поспешил уже разрекламировать открытие вот этого офисного центра, на самом деле здание еще не принято, и его работа незаконна. Но Пригожин думает, что если у него есть там под командованием там пару тысяч ЧВКшников и кувалда, он может дальше вот нагонять ужас уже не только на Нужина или на нас, правозащитников, но уже вот теперь губернатором пытается что-то навязывать. Он претендует на одну из лидерских позиций в российском силовом блоке. Он является, знаете, вот если книгу «Крестный отец» читали, там у крестных отцов, вот у них были там вот эти вот там топоры, молотки, которые там руководили бригадами киллеров, и если что, они могли там устранить какую-то конкурирующую там группу мафиози. Вот Евгений Пригожин является одним из таких топоров, при том, что он пытался пропиариться как некий повар Путина, вот, и даже какие-то фотографии публиковал, и сам на себя отправлял какой-то компромат известным блогерам, чтобы про него писали, как про человека, который близок к Владимиру Путину. На самом деле его всегда держали на расстоянии, он, конечно, никакой не повар, он убийца, он реализует абсолютно бесчеловечные преступные схемы. Мы наблюдали за тем, что он делает в Сирии, когда то незаконное вооруженное формирование, которое он курировал по указанию Владимира Путина, оно совершало там самые чудовищные преступления, и они делали то, чего точно никогда бы не сделали ни ГРУ, ни ФСБ, ни военнослужащие. И здесь мы видим, что его Путин собирается точно так же использовать и в 2022 году. При этом мы понимаем, что Путин очень сильно сам боится отставки, ареста, некого там импичмента, либо какого-то заговора внутри. Поэтому ему нужно вот такое вот, там, Женя Топор, Женя Кувалда, который будет наводить ужас на все его ближайшее окружение, с тем, чтобы вот все эти генералы МВД, ФСБ, Министерство обороны, губернаторы, они понимали, что завтра, если они только попытаются каким-то образом противодействовать Путину и его диктатуре, их может ждать судьба вот этого несчастного человека. А Путин еще нужен, потому что после Херсона, после того, как, ну, в общем, российские войска оттуда вышли, даже Дугин написал, что царь сравнил его с царем дождей, а что происходит с царем дождей в ней, ну, из истории, если мы берем, который не привел дождь, его просто уничтожают, его ликвидируют. И вот это очень такая сильная цитата от одного из, казалось бы, людей, которые там поддерживают Владимира Путина, войну и так далее. Путин перестал быть сакральной фигурой для своего окружения? То есть его уже не пытаются спасти и сказать, что бояре плохие, а царь-то хороший? Ну, конечно, внутреннее недовольство в России растет в геометрической прогрессии. Он не представляет уже из себя человека, который защищает систему. Я уже, по-моему, один раз вам в эфире говорил, что силовики России поддерживали Путина, потому что он им гарантировал стабильность, стабильность, стабильный карьерный рост в случае, если они будут лояльны системе и будут жить вот по тем понятиям, которые они установили, и стричь купоны, как они выражаются, да, там, со всей остальной, там, с предпринимателей, с коммерсантов и так далее. Вот, но он им гарантирует некую стабильность с тем, чтобы все эти полковники и генералы ФСБ, МВД, армии, других российских всех спецслужб, чтобы они могли запросто путешествовать по всему миру на деньги, которые они выдаивают из России, из бюджета, чтобы они могли покупать апартаменты и виллы на берегу моря в целом ряде стран, где климат теплее, чем в среднем по России. Вот, а сейчас он превратил Россию в страну изгоя. Он подставил Россию под колоссальные санкции из-за этой войны и необдуманной политики. Многие генералы целого ряда правоохранительных органов между собой переговариваются, они не просто недовольны Путином, они понимают, что это уже выживший из ума старик, потому что как можно, имея на руках все козыри, огромная страна, больше ста миллионов населения, нефть, газ, редкоземельные металлы, бриллианты, золото и так далее, как можно, имея на руках такое количество ресурсов и денежных средств, так плохо сыграть с Украиной, чтобы потом пойти на небольшую относительно страну войной. И при этом еще вот увидеть этот бесконечный позор, который мы сейчас видим. Убиты огромное количество и украинцев, и россиян. Это позор российской армии и российского оружия. Вот как они мыслят вот этими категориями, если их сленгом выражаться. Они абсолютно дискредитировали Россию на международной арене. И уже никто не будет вспоминать точно в ближайшие сто лет победу дедов и прадедов во Второй мировой войне. Россия сейчас для всего мира, это страна-изгой, страна-агрессор. Это действительно империя зла, в которой могут кувалды голову размажить. Откуда может приехать армия, которая просто по соседней стороне начнет наносить ракетно-бомбовые удары, в том числе по-гражданским, и убивать огромное количество мирных жителей. Поэтому, да, системе он больше не нужен. Нужен другой человек, который будет олицетворять ее желания, ее мнения. И Путин с его ближайшим окружением, с самыми главными его бандитами, это Кадыров и Пригожин, конечно, они прекрасно понимают, что как только произойдет определенная ротация, и если в Кремле не будет Путина, дальше ближайшие люди, которые вокруг него находятся, вот его там пехотинец Кадыров, которому он в этом году подарил уже два звания генерала-лейтенанта и генерала-полковника, и Пригожин это будут первые подопечные, которых арестуют на глазах у всего мира под огромное количество аплодисментов, миллиардов людей, посадят и будут очень долго судить за целый ряд преступлений, которые они совершали и вот этими Кадыровцами, и Вагнеровцами, и так далее, и так далее. А букет у них, конечно, на пожизненный срок лишения свободы. Поэтому, конечно, здесь или пан, или пропал. Они понимают, что у них обратного пути уже нет, и они сейчас будут закручивать гайки максимально, то есть происходит та самая фашизация, о которой мы и говорили. Насколько она возможна в текущий момент? Конечно, страх получить кувалдой по голове – это достаточно серьезный страх, но, с другой стороны, на всех у них не хватит кувалд, и здесь лишь вопрос в том, в какой момент у них закончатся кувалды, а у российского генералитета закончится терпение смотреть на все эти ужимки и прыжки выжившего из ума старика и его вот этих прихвостней, которые, ну, такие, знаете, самые настоящие тролли, только с властью и пока еще с какими-то там бандами, которые могут кого-то там запугивать кувалдой или посадкой на бутылку. Но на этом долго не уедешь, они не могут ничего хорошего предложить России и россиянам в будущем, и поэтому, по сути дела, вот тем, что они сейчас начали делать, они просто… это начало конца вот этого режима, это начало конца Путина и его ближайшего окружения, потому что с этими мерзавцами и негодяями уже никто и никогда дел никаких иметь в долгосрочной перспективе не будет. А вот что касается мобилизации, которую вроде как закончили, но судя по тому, что нам сообщают зрители и в Телеграме, и в чате, продолжается и повестки приносит, и людей по-прежнему забирают. Вот был Херсон, из Херсона вышли, мобилизация проведена, 300 тысяч человек, ну, по крайней мере, официально были призваны. Что дальше-то? То есть какие планы? Что будет делать Кремль? То есть он будет пытаться вернуть то, что когда-то украл, или остановится? Ну, есть ли какое-то понимание вообще происходящего сейчас на фронте? Вы имеете в виду среди мобилизованных или среди кадровых военных? Ну, вообще, что они там делают? Ну, вот, условно говоря, вот есть некий мозговой центр в Кремле, который что-то хочет сделать с Украиной. Вот они понимают, что они сейчас делают? Нет, они уже вышли из какой-то зоны планирования. И несколько дней назад нам под носом у Департамента военной контрразведки ФСБ чудесным образом мне и одному из американских журналистов удалось связаться с целым рядом раненых, мобилизованных в госпиталях Московской области. Это госпиталь Вишневского в Красногорске, Министерство обороны, военные госпитали в Тамбове и в Ростове. И вот мы поговорили по видеосвязи и записали показания более 20 раненых, которые были мобилизованы в сентябре и которых направили для участия в войне. Все, что они рассказывают, ну, это просто позорище. Им выдают оружие 60-70-х годов. Их отправляют, по 30 человек сажают на БМП, при том, что на БМП там экипаж 3 человека и 9 человек максимум помещается. Они в каждую БМП запихивают по 30 человек. За руль всех этих боевых машин никто из опытных военных садиться не хочет, потому что они прекрасно понимают, что в первую очередь удары наносятся по бронетехнике, и их просто там заживо сожгут. Поэтому они сажают, как правило, туда каких-то молодых 20-летних пацанов, которым там за неделю просто объяснили два рычага, куда ехать, чтобы он хотя бы просто мог формально тронуться. Им не выдают ни бинокли, ни тепловизоров, ни каких-то там приборов ночного видения. Все, что показывают про дроны и так далее, это, в лучшем случае, один дрон на 200-300 человек. То есть они едут неизвестно куда, абсолютно неподготовлены. И все это заканчивается тем, что, в том числе, например, 155-я бригада морпехов Тихоокеанского флота Министерства обороны, она потеряла более 50% личного состава. И при том, что когда мобилизованные написали открытое письмо губернатору Приморского края и обратились, что нас просто бросили на убой, Министерство обороны 7 ноября опубликовало ложную абсолютно информацию, пресс-релиз о том, что якобы погибло не более 1%. При том, что мы потом через несколько дней переговорились с теми, кто выжил и стал так называемыми трехсотами в госпитрах. И они рассказывают о том, что ехало 2 БМП, 30 военных, выжило 10 раненых, 10 выживших без ранений. 40 человек остались там. И танкисты отказываются, и БМПшники отказываются ехать дальше туда в направлении позиции Украины под Павловкой, просто потому, что они не хотят ехать по телам убитых своих бывших уже сослуживцев. Поэтому, если говорить про то, что там происходит, есть несколько подразделений, которые берегут и где там пропагандисты снимают какие-то ролики, которые там оснащены по последнему слову техники вооружением и так далее, в том числе вот одна из бригад вагнеровцев. Вот это они для самопиара рекламируют, что это якобы современная армия. На самом деле в большинстве своем сейчас уже не осталось толком никаких контрактников. Их замещают, огромное количество контрактников убиты, их замещают мобилизованными. Мобилизованные, они не просто там не военные, это просто случайные люди, которых сказали, вот ты завтра будешь солдатом, потом 2 недели ему там учили заряжать автомат. Никакое там знание тактики ближнего и среднего боя, никакой системы координации, никакой связи, никакого технического оснащения. И по сути дела, вот если проанализировать, что им там дают 60-70-х годов оружие, то получается, что с одной стороны армия 20 века, ну судя по вооружению и подготовке, а с другой стороны высокопрофессиональная армия, которая 8 лет подряд готовилась, и они понимали, что рано или поздно Россия будет забирать и отбирать у них территории помимо Крыма. Они снабжены современным оружием, которое со всего мира развитые страны им отправляют для поддержки. И, ну конечно, это абсолютно неравный бой, вот, где избиение, ну не знаю, тузик и грелки, вот то, что там происходит. Поэтому огромные потери с российской стороны, и потери как раз, вот, многие из них, они, говоря, измобилизованных, я все пытался понять их мотивацию. Ну, большая часть из них были под принуждением, у них просто деваться было некуда. Но даже те, которые там верили пропаганде и отправлялись туда, действительно, видя в украинцев некоторых там врагов, даже они рассказывают, что они не были готовы к тому, что там происходит. Потому что по телевизору показывают вторую армию мира, а в реальной жизни их просто сажают бездумно на какие-то там БМП, и вот они сверху брони едут и подрываются на минах, попадают под удары минометов, хаммерсов и так далее, и погибают. И вот и все. Поэтому разброты, шатания, и на фронте там целый ряд уже высокопоставленных офицеров, которые понимают, что нужно отводить войска, что победить не удастся, что они просто могут подорвать обороноспособность России. Потому что та же самая 155-я бригада морпехов, она по большей части свою уничтожена. То есть если предположить, что какая-то страна с востока России, Китай или Япония вдруг каким-то образом начнет какие-то военные действия и решит изобрать условно территорию до Урала, то оно очевидно, что противостоять этому просто будет некому, и все. Потому что половина уже армии уничтожена, огромное количество военных ресурсов, запасов уничтожено. Поэтому настроение у военных, ну очевидно, они понимают, что с месяца на месяц все это совсем как бы зайдет на нет и закончится. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо вам большое. Владимир Осечкин, автор и создатель «Гулагу.нет», был с нами на прямой связи. Благодарим вас и до следующего раза. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. До свидания.